И ужки, ребятки, с вами Лекс, и мы сегодня опять-таки поговорим с вами об Энди and the Dark Revival, и в данный момент много новых новостей, много новых новостей, связанных с персонажами, связанных с газетными вырезками, и, разумеется, с архивами студии JoyDrew. И поэтому, ребята, присаживайтесь поудобнее, и мы с вами всё это разберём, переведём, и сделаем кое-какие выводы. И, разумеется, приятного просмотра. С вас лайкусик. И, разумеется, сразу же первое, что нам попадается, так скажем, в обзор, это, разумеется, вот эта вот биография Элисон Пэндл, а точнее Элисон той самой второй Алисы, которая нас спасает в первой игре Бенди and the Ink Machine. И, разумеется, мы её видим в абсолютно таком же виде, в котором мы её наблюдали ещё в первой части игры, и у нас она появится во второй. И, если у нас появляется Алиса во второй части, то, скорее всего, мы увидим ещё много-много тех же самых персонажей, которые мы видели в первой части, тех самых знакомых персонажей, которых мы любим, обожаем и хотим видеть. Ну, давайте посмотрим, что это такое. Опять-таки, воспользуюсь переводом паблика, перевода теории по Бенди, кайфовый паблик, всем советую, если, разумеется, вы являетесь фанатами и хотите переводов по этой вселенной. Давайте почитаем. Вот то, о чём я и говорил. Всё-таки и здесь даже будет смертоносный волк, тот самый, который мы с вами видели в первой части, то есть тот самый с механической рукой. Будучи мастером теней, она всегда находится в самом центре событий по сопротивлению злу. Вот такая вот прикольная Элисон. Такой вот персонаж интересный. И, разумеется, для многих было странным увидеть Алису, то есть Элис Энджел, Алису Ангела, во второй части игры, в трейлере. У меня что-то свечусь, ребят, но ничего с этим поделать не могу почему-то. Элис Энджел тоже у нас есть во второй части, хотя в первой части мы её убиваем. И, разумеется, для многих возникает вопрос, а как мы убиваем её и как она появляется одновременно во второй части? То есть как так происходит, что она воскрешается? Потому что, ребята, мы находимся с вами в цикле. Но нужно понимать то, что происходит в цикле, оно происходит бесконечно. То есть и перерождение Алис Энджел, оно тоже происходит бесконечно. Если прислушаться к словам, которые говорит Алис Энджел в первой части игры, то, что она постоянно перерождается, то, что её уже надоело это перерождение, и она пытается из этого цикла тоже выйти. И, разумеется, для этого она начала вот этих вот трупов собирать и, разумеется, стараться усилить себя и улучшить свои качества красоты, так скажем. Именно это она и говорит. И думаю, что она также возрождается, как и наш главный герой Генри. То есть она проходит по этой утробе, про которую она тоже, кстати, говорит. И, разумеется, уже после того, как она пройдёт до самого конца, до света, в конце туннеля, то, разумеется, она после этого воскрестит. Так, окей. Также у нас вырезка из газеты. Здесь просто огромный текст. Огромный текст. Я что могу сказать по поводу архива в студии, по поводу Джоу и Дрю, по поводу вообще всей этой игры, то, что у нас намечается, то, что мы хотим уже увидеть. Я могу сказать одно. То, что это реально будет интересная история, связанная с первой частью. То есть нельзя, как бы, уходить от первой части и говорить о том, что это было прошлое, либо будущее. То есть то, что эти две игры, они на самом деле будут настолько сильно связаны между собой, что мы даже себе не представляем. То есть это не будет как одна часть, там, первая часть и вторая часть. Это будет как единое целое. То есть мы будем, как мне кажется, это исключительно мое мнение, мы будем присутствовать в моментах, в которых мы присутствовали в первой части игры. Вот что, мне кажется, будет во второй части. То есть мы будем прыгать по каким-то временным скачкам в те места, в которых был Генри. Возможно. Возможно, мы где-то будем какие-то сцены переигрывать. Специально для того, чтобы сделать более хорошую, правильную выгоду для себя. То есть будем специально помогать Генри в каких-то местах, чтобы тот момент в цикле, в котором он находится, немножко изменился. И тем самым я сделал его цикл другим. То есть поменял концовку первой главы, так скажем. Только благодаря тому, что мы чего-то изменили в течение цикла. А если мы что-то меняем, ребята, в течение цикла, то, разумеется, меняется и концовка каждый раз. Это как эффект бабочки. То есть эффект бабочки, если кто не в курсе. То есть мы идем в один момент, очень давний, старый какой-то момент в истории. Что-то там меняем. И, разумеется, будущее будет полностью изменено. Только потому, что мы там, не знаю, задавили таракана или бабочку. Ну, как это, эффект бабочки называется. Давайте посмотрим, что здесь написали. Нью-Йорк, суббота, 14 апреля. Давайте, кстати, посмотрим картиночку. Такая вот вырезка из газеты. Здесь мы сразу видим вот эту вот рекламку. Дозер радио или тиви нужно починить. Ваше радио или телевидение нужно починить. Эту самую штуку мы с вами видели, когда проходили Бенди and the Ink Machine. Мы с вами его проходили недавно. И вот она. Вот она, Бенди and the Ink Machine. Вот она, эта листовочка находилась в конце игры в квартире Джо и Дрю, когда мы с ним уже там приходим разговаривать. Это именно та же самая рекламка. Но это упустим, это просто так, мелочь. И, разумеется, вот здесь вот эта колонка переведена у нас. Там Бенди нарисован. Вау! Что случилось со студией Джо и Дрю? Помните Бенди? Многие сейчас слишком молоды, чтобы помнить, но было время, когда проделки Бенди и его веселых друзей развлекали массы в переполненных кинотеатрах. В один момент в середине 90-х, ой, 90-х, 30-х годов короткометражку с Бенди можно было увидеть чаще, чем любой другой мультфильм. Таким он был популярным, но в отличие от персонажей других мультфильмов того времени, которые останутся культурными знаменитостями по сей день, развлекают детей по телевидению. Бенди практически исчез. Джо и Дрю, человек, стоящий за Бенди, создал этого персонажа и анимировал свой первый короткометражный мультфильм «Маленький Драгуша Дьявол» со звуком. В 1929 году, основав студию Джо и Дрю вместе со своим деловым партнером, мультфильм набрал популярность и нью-йоркская компания стала расти, выпуская множество забавных, хоть и слегка жутковатых мультфильмов с участием любимых персонажей, таких как «Волк Борис» и «Ангел Алиса». К 1940 году Бенди был главным продуктом своего времени. Компания выпускала комиксы, игрушки и всевозможные, теперь уже памятные вещи, связанные с Бенди. «Были даже планы по созданию парка развлечений на тему Бенди». Ну, вы помните этот парк. И, разумеется, давайте сразу поговорим насчет этих вот как раз-таки памятных вещей. То есть, что мы здесь прочитали? Компания выпускала комиксы, игрушки и всевозможные, теперь уже памятные вещи. Что это значит? Это значит то, что мы будем в музее. Это как раз намекает нам на то, что будет происходить во второй части игры в самом начале. То есть, мы будем играть за Одри и начнем, видимо, на студии Арчгейт, если я не ошибаюсь, как-то, или Генд. Короче, на какой-то студии мы начнем, которая купила как раз-таки компанию Бенди, компания под названием Joy Drew Studios. И, разумеется, теперь все права на все вот эти вот вещи, на все продукты, на все мультики, и все-все-все, что принадлежало Joy Drew, теперь у них. Теперь-то они владеют этими правами. И в музее, разумеется, мы найдем все вот эти вот объекты, все вот эти вот предметы, связанные с существованием студии. То есть, всякие предметы из мультика, всякие инструменты для записи, всякие пластинки, всякие иконки, фигурки и прочее. Все это мы увидим в музее. Это просто я к тому веду, что почему это вообще здесь запихали. Вот отсылка сразу на момент из игры. То есть, из второй части. Однако, во время Второй мировой войны, компания начала переживать спад, поскольку страна вступила в войну. Искать аниматоров становилось труднее, и даже чернила были в недостатке. Компания переиздала многие из своих старых мультфильмов, показав некоторые из них в последний раз, чтобы развлечь войска. Продать военные облигации, заставить колеса компании вращаться снова. После войны компания переживала тяжелые времена и объявила о банкротстве. В 1948 году. С тех пор, за исключением одной из двух незначительных попыток возродить магию, Бенди практически исчез из популярной культуры. Его создатель Джо и Дрю, когда-то публичная личность, остается труднодостижимым. И о нем ничего не слышно уже многие годы. Кажется, что проделки Бенди и его друзей теперь почти забыты, и все, что осталось сегодня, это может быть старая книга с комиксами и заплывшаяся игрушка Бенди, затаившаяся в тени чердака ваших родителей. Впрочем, никогда не узнаешь наверняка, мультфильмы никогда не умирают. Вот такие вот дела, ребята. Мультфильмы никогда не умирают. Разумеется, много сразу информации всплывает нам именно исключительно про студию, именно исключительно про Джо и Дрю, именно исключительно про то, что происходило с компанией, то, что она обанкротилась. Очень много именно новостей о банкротстве. И... Ну, то есть, постоянно, где не прочитаешь, банкроты, 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 Джо и Дрю там нет денег, нет денег, и поэтому там сошел с ума. То есть, на этом, видимо, и будет ключевая сцена. То есть, ключевой момент в игре Бенди and the Dark Revival. То есть, основная часть игры это то, что студия на самом деле не могла справляться ни с чем. И поэтому, в принципе, и произошла вот эта вот неурядица с оживлением страшных игрушек. То есть, в принципе, ничего не оставалось Джо и Дрю, ну, реально, ему ничего не оставалось, как пойти на какие-то ухищрения и, разумеется, так скажем, пойти ва-банк. То есть, он поставил все на новую технологию по оживлению мультяшек с помощью вот этой вот страшной печатной машинки. И, разумеется, скорее всего, вот эта вот печатная машинка, которую нам показал в конце, ну, то есть, в конце игры Бенди and the Ink Machine, Генри. То есть, Генри посмотрел на эту машинку и, видимо, с ним что-то произошло. То есть, видимо, как-то эта машинка, либо не только машинка, а что-то еще, повлияло на Генри, что он застрял в этом цикле. Возможно, его как-то заблокировали в этой машине. Возможно, его, наоборот, впечатали в машину и он в этой машине, получается, находится все это время. То есть, как будто он записан на какой-то пластинке на бобине, да, на видеокассете. То есть, он проигрывает одно и то же. То есть, кассета закончилась, она вставляется заново, проигрывается заново. То есть, все, что угодно может быть, но единственный вариант, который я вижу больше всего логичным в этой всей истории, это то, что, скорее всего, наш персонаж Генри находится в какой-то коме. И в этой коме нам предстоит проходить эту игру. И, разумеется, из этой комы во второй части нам предстоит за Одри, играя за Одри, как-то вызволить Генри из этой комы. И, возможно, даже мы найдем способ, как раз таки, если рассуждать так, как я рассуждал, то, что мы попадем в этот мир чернильный, мы, скорее всего, попадем именно в мир, существующий благодаря Генри, то есть, в его голове. Я так думаю. А может быть, мы попадем, наоборот, в новый мир, в новую кассету, потому что, если исходить из того, что мы видим на скриншотах, мы видим, что там есть несколько кассет, то есть, кассета с игрой Bendy and the Ink Machine, мы уже разбирали с вами это в прошлых видео, кассета с Bendy and the Dark Revival и Boris and the Dark Survival. То есть, три кассеты у нас есть, это значит, что у нас есть три игры, три разные истории и три разных цикла. Судя по тому, что есть три кассеты. То есть, что такое цикл, опять-таки повторяю, это просто повторение одной и той же кассеты. То есть, зациклили эту кассету до бесконечности. И, возможно, из-за того, что из-за того, что эта кассета зациклена, Генри не может проснуться. И нам нужно просто ее выключить. Я не знаю. Короче, очень сложно, очень сложно. Что здесь еще есть? Есть такой скриншот, о котором я ничего не говорил, он же вышел давно. Здесь можно увидеть какую-то новую установку. Я не понимаю пока, для чего она нужна. Возможно, для того, чтобы что-то зарядить. Здесь видно, что на них нарисован один из банды мясников. Он, видите, спереди. И для чего эта штука, я не понимаю. Я даже не понимаю, что там написано. Art Exchange. Art Exchange. Что это такое значит? Я хрен знаю. Какой-то заменитель. Поменятель. То есть, он, видимо, будет менять что-то на что-то. Мы, видимо, должны... Ну, видите, здесь такие вот капсулы. Такое ощущение, как будто в этих капсулах находится как раз-таки чернила. И мы, видимо, чернила какие-то должны будем поменять на другие чернила. И знаете, на что это похоже место? Это место похоже на ту самую локацию, в которой мы бегаем за нашу Алису. Ой, за какую Алису? За Одри. И, разумеется, когда мы бегаем за Одри, то есть студия анимации, там, где у нас уже происходила непосредственно работа над анимацией картинки, а не с нарисованием этой картинки. Ну, короче, есть два варианта, да, аниматоров. Те, кто, в принципе, рисует персонажей и делает им дизайны, визуал какой-то придает. И второй вариант это просто аниматоры, которые берут из этих картинок и создают анимации. Кстати, справа мы находим стол, который как раз-таки является зарядником для нашего нового оружия. Новое оружие это гигантский, вот эта вот гигантская труба, которая была в первой части, но уже с улучшениями, с каким-то электрическим гаджетом, который позволяет вам наносить больше урона. Не знаю, можно ли будет повлиять с помощью специальных сил на этот гаджет, но мне кажется, просто кто-то взял, кто-то из персонажей этого мира, Бенди и Зинк Машин, Бенди и Зе Дарк Ревайвл, и просто модернизировал вот эту вот трубу. Просто модернизировал. И вопрос только нам остается узнать, кто же это сделал и кто же является таким там прям механиком, таким изобретателем лол. Здесь какие-то мы наблюдаем также какие-то цветы и называется она анимационная аллея. То есть, здесь видимо еще будут какая-то цветочная декорация в большом количестве. То есть, они в начале у нас здесь вон цветок, вон цветок, здесь слева цветок. Выглядят они очень, кстати, прикольненько, миленько. Все в чернилах, то есть, видно, что чернила где-то стекают. Здесь цветок, здесь цветок. И я думаю, что такие же цветы у нас будут и в самой аллее. И возможно, там будет целый лес, я не знаю. Разумеется, в такой же не зеленый лес, как мы себе могли бы представить, а именно чернильный. Чернильный, вот такой вот, такой же стилистики лесок. С цветами, с деревьями, со всем-совсем-совсем остальным. На этом все, ребят, надеюсь, вам понравилось видео. В принципе, разбирать есть еще что, есть еще варианты пораздумывать, и разумеется, скорее всего, в ближайшее время, завтра-послезавтра, я выложу отдельное видео, связанное с данной игрой. И не забывайте, что у меня проходят стримы. Сегодня, кстати, последний стрим проведу по Бенди and the Ink Machine. То есть, мы там уже полностью возродим Бенди и закончим с Батимом. И уже можно будет приступать через пару дней к Батадар. Батадар выходит уже через пару дней. Представляете себе. Сам в шоке. Разумеется, мы к нему тоже прикоснемся к этому. Батадар, я надеюсь, что вы поддержите меня своими лайками, активностью, комментариями и всем-всем-всем, что можно сделать для того, чтобы эти видео продвигались. Можете даже делиться этими видосами, мне очень будет приятно с своими друзьями. С вами был Лекс, это была игра Bendy and the Ink Machine, Bendy and the Dark Revival, Boris and the Dark Survival, все, что угодно, связанное с Бенди и его вселенной, так скажем. Потому что мы в таких видео больше разбираем именно лор, именно какие-то секреты, то, что не было в игре. Ну, то есть, то, что не лежало на поверхности, так скажем. С вами был Лекс, спасибо за просмотр и всем добра.